Всем привет! Добро пожаловать в очередной подкаст. Сегодня смотрела интервью одной американской рок-группы для Института музыки в Америке. И они сказали такую вещь интересную, над которой я решила, что можно задуматься и порассуждать немножечко о том, что очень часто не обязательно быть самым лучшим на свете специалистом, чтобы работать на самой лучшей работе. И как пример они привели себя, что многие люди, например, ломятся на такие шоу, как «Голосы» и так далее. Там требования просто невероятные, ты должен прийти туда абсолютным профессионалом. То есть даже речи не может быть о том, что ты где-то там в процессе обучения находишься. Ты должен прийти с феноменальным голосом, с феноменальными данными и так далее. И эти люди борются, участвуют лучшие из лучших, участвуют в конкурсе, где только на тысячи одного человека, может быть, отберут. И, может быть, у него будет контракт со звукозаписывающей компанией. В то время как другие группы, которые, возможно, или певцы, которые не обладают настолько большим природным талантом, они просто пробивают себе дорогу иначе. Люди в очень раннем возрасте запросто уже могут иметь контракты, полностью развиваться по жизни. И, естественно, это можно имплементировать на каждую сферу жизни. И 100% я то же самое наблюдаю. Я наблюдаю это очень много лет. И думаю, что часто мы в этом плане, вообще мы люди все, недооцениваем себя очень сильно. То есть мы часто не понимаем вот эту простую связь, то, что наше рвение внутреннее, наша внутренняя вера в себя способна провести нас к звёздам натурально. И мы вполне способны выполнять любую работу, которую мы захотим. Но у нас сидят вот эти внутренние какие-то забитости, какие-то комплексы, наверное, какая-то неуверенность в себе, какое-то понимание, что я недостаточный профессионал, или понимание того, что кто-то рядом со мной лучше, или у него образование больше подходит. И мы сами себе вбиваем вот эти вот палки в колёса. И мы потом не можем раскрыться и не можем реализоваться. И, наверное, на самом деле и я такой хороший пример в этом плане. Потому что, когда я начинала писать, все русскоязычные авторы в Чехии были очень высокого уровня журналистами. Такое время какое-то было, что тогда была эмиграция большая журналистская, и все это были люди из офигеннейших изданий. Я до Чехии вообще не публиковалась. Я начала писать только 10, почти 11 лет назад. В Чехии я живу 14 лет. То есть я до Чехии, у меня не было ни одной публикации. Я полностью с нуля начала писать. В Чехии профессионально. То есть в детстве я писала какие-то там книжки, какие-то рассказы, стихи. Но я никогда в жизни не публиковалась и практически никому, кроме моей мамы, там и не показывала их никогда. Поэтому для меня карьера началась здесь. И началась она с того, что я просто вообще как бы не котировалась внутренне. То есть когда я приходила на какие-то сборки различные профессиональные писатели, когда я уже для себя решила окончательно, и муж меня решил поддержать, что все-таки я хочу с писательством связать мою жизнь. И для меня было это очень важно, и было это очень сложное решение, потому что оно не могло состояться без финансовой поддержки от моего мужа. И мы тогда только приехали в Чехию, мы очень нуждались в деньгах. И с его стороны, конечно, было поддержать меня в таком решении просто невероятно. Потому что по большому счету оно значило то, что я не работала, и я только писала, и причем писала бесплатно для того, чтобы наработать мое резюме. И поскольку я писала медленно, не умела этого делать, это занимало все мое свободное время, я фактически не приносила денег в семью, очень редко какие-то были у меня там какие-то подработки, какие-то уроки там я давала и так далее. Но по большому счету я практически не зарабатывала, и он меня очень поддержал и помог. В общем, когда я погрузилась в эту сферу, я полностью поняла, что я там просто никто абсолютно, у меня нет опыта публицистической деятельности, я не обладаю журналистским или писательским образованием. И абсолютно все авторы, которых я встречала, русскоязычных, были намного лучше меня, за очень редким исключением таких же начинающих каких-то девчонок, которые вместе мы где-то ползали, искали, так сказать, работу себе по каким-то газетенкам и так далее. И я просто очень сильно почувствовала, что я туда не принадлежу и в этот мир. И меня, конечно, это очень сломало в какой-то момент. А потом я подумала, что и тем не менее, пускай у меня нет соответствующего образования, пускай у меня нет этих навыков и так далее, у меня есть желание, я могу это приобрести. То есть путем тяжелого труда я могу это приобрести. И я решила все-таки как-то пытаться прорываться и как-то писать и пробовать. И, в общем, удается мне все эти годы зарабатывать как писателю. И в некоторые этапы даже весьма неплохо. То есть как-то получилась у меня более-менее карьера. Может быть, она не такая, не в таком объеме, как мне в моих мечтах хотелось бы. Но однозначно мне удается писать профессионально. И это для меня огромное достижение, потому что я не способна работать на классических работах. Я пыталась, я не могу. Просто я несчастлива, я не умею этого делать. И я очень креативный человек. И для меня писательская деятельность — это практически единственный доступный мне способ, как я могу самовыражаться, как я вижу мир. И, по сути, что бы со мной ни происходило, я всегда пытаюсь изложить это, будь уж на бумаге или в видео, или устно. Для меня, по сути, это одно и то же. Я испытываю абсолютно одинаковые эмоции, когда я записываю аудио статьи, либо же я их печатаю руками. Разница только в том, что объемы. Если я чувствую, что эта тема какая-то очень обширная, то я ее стараюсь передать, естественно, устно. Если эта тема какая-то поменьше, то я ее пишу. Ну и также, естественно, что видео и аудио я записываю только для себя. Я не делаю этого ни для кого другого. В то время как статьи я пишу, конечно же, для моих заказчиков. Поэтому пока от них не поступало никогда в жизни для меня задание записать подкаст или записать видеоматериал. Но, в общем, вот так. В общем, получается, что я себя в другой сфере не вижу. Это единственная сфера, в которой я вижу абсолютно точно себе применение. Я ничего другого не умею, по сути, делать. Какие-то есть у меня там наработки, навыки, даже образование. Но, по сути, я всю свою взрослую жизнь занимаюсь только писательской деятельностью. Поэтому, по большому счету, я не вижу и не хочу себя в другой сфере. И однозначно я могу сказать, что я добилась большего, чем очень многие мои знакомые, которых было журналистское образование, за которое я бы отдала очень-очень многое. На протяжении долгих лет журналистское образование было моей абсолютно голубой мечтой. Абсолютно голубой мечтой. Сейчас уже, когда я столько лет пишу, я понимаю, что на самом деле это совершенно не важно. Но когда я была юная, мне катастрофически не хватало журналистского образования. Я всерьез для себя взвешивала его получение. Но по очень многим причинам. От того, что я вышла замуж, 19 лет, и мне необходимо было работать. И до того, что мне не особо было, кому меня содержать, в принципе, я не могла себе позволить дневное обучение. Вот в то время как в нашей стране на журналиста было возможно обучаться только на дневном. Я могла себе позволить только заочное, поэтому я поступала на заочное, на политологию. Вот так. Поэтому никогда у меня не было такого шанса. И мне всегда казалось, долгие годы, долгие годы, уже так не кажется, что люди, которые там получили журналистское образование, вот у них какое-то, знаете, дополнительное экстра 500 баллов в то, что они просто будут офигенными писателями, пробьются, и нифига подобного. Эти люди работают на очень плохих работах, очень-очень плохих работах за очень маленькие деньги. Очень многие мои знакомые журналисты работают, ребята, за 2,5 баксов за статью. Это абсолютно нереальные деньги, деньги, за которые я бы, наверное, просто даже с дивана не встала. Это не понты, ничего, это просто реалии, в которых я живу очень много лет. Я, когда только начинала писать, я попыталась писать за 3 бакса, я поняла, что я ничего не заработаю таким образом, потому что я отдаю колоссальные силы, я отдаю мои навыки, мои наработки, мои наблюдения. Я пишу целый день, а потом ещё всё это перепроверять нужно, всё это редактировать нужно. Это огромнейший труд, это идёт в расход спина, глаза и так далее, и тому подобное. И я потом на выхлопе получаю 3 бакса, которые просто не в состоянии покрыть мои счета. Мне просто этот вариант не подходит, поэтому в своей карьере я написала 4 статьи за 3 бакса. Это была самая первая моя оплачиваемая работа автора. На этом я просто села со своим мужем, объяснила ему всю ситуацию, говорю, вот смотри, такая ситуация. Если такими темпами я буду зарабатывать просто гроши в этом сегменте, он говорит, нет, это абсолютно точно тебе не подходит. Вот и всё, я больше никогда не вернулась к этой ставке, я сделала всё, чтобы просто оттуда выбраться из этих 3 баксов. И у меня есть знакомые, которые очень много лет работают за 3 бакса. Это очень грустно, очень печально и, наверное, секрет кроется в этой вере в себя. Я по каким-то причинам необъяснимым очень сильно в себя верила, наверное, потому что мне была нужна очень сильно эта вера в себя, потому что для меня было очень важно как-то раскрыться, реализоваться. И поймите правильно, не то чтобы я считаю себя раскрывшейся и реализовавшейся, но я считаю себя на этом пути. И я много лет иду по этому пути, и, по крайней мере, то, чего я достигла за все эти годы, это то, что я очень сильно люблю свою работу. Я от неё кайфую, я её люблю, я способна жить за деньги, которые я зарабатываю. И да, у меня не осуществлены все мои мечты, желания и планы карьерные, но я в очень большой степени на тех рельсах, которые я себе представляла. От того, что я не хотела вставать по графику на работу и, да, то, что я полностью распоряжаюсь своим графиком, это другая тема. Это не факт, что я сплю больше и так далее. Вот сейчас я сижу в карантине, сплю по пять часов каждый день просто потому, что я хочу писать. Вот, причём пишу пока бесплатно свои книги. Вот, то есть я спокойно себя ужму во сне, в отдыхе, при любых условиях и так далее. Вообще не в этом суть идёт. Просто для меня радостно то, что я могу делать это в любое время, когда мне захочется. И я знаю точно, что не все люди такие. Даже среди моих близких подруг были те, кто пытался работать из дома. Им этот график не подходит. Они говорят, что у них дом ассоциируется только с отдыхом. И им абсолютно, они не могут себя как-то собрать, организовать. Им очень тяжело, они каждую секунду отвлекаются и всё. У меня такого уже, конечно же, давно нет. Наверняка было первое время, я уже не очень помню. Но наверняка что-то такое было, что дома меня отвлекало и так далее. Но каких-то конкретных подробностей я, наверное, уже не помню. Но помню, что сталкивалась с какими-то аспектами этой ситуации. Естественно, за столько лет работы дома я себя полностью организовала, я себя научила. И у меня просто железно, просто железно. Если я себе сказала, что сегодня от 11 до скольки-то я просто пишу, то я просто пишу. Вот, и если у меня всегда есть несколько разных занятий, если у меня нету вдохновения на это конкретное занятие, значит, я просто занимаюсь другим. Вот и всё. Поэтому я себе не даю в этом плане никаких поблажек и не позволяю тому, чтобы то, что я работаю с дома, значило бы, что я сколько хочу сплю, сколько хочу ничего не делаю. И я стараюсь воспринимать даже бесплатный труд как работу, так или иначе, потому что это очередной-очередной-очередной камешек к построению моего большого забора карьерного. И да, я думаю, что если и меня в том числе анализировать, и, наверное, вообще всех таких людей, кто как-то без конкретных возможностей, без наличия этих возможностей, всё-таки хоть чего-то там попытался добиться, да, и по крайней мере доволен своей жизнью, что, наверное, самое главное достижение, то это вот эта самая вера. Вера виной тому, или скорее причиной тому, вера в себя. И тут очень важно, конечно же, наверное, это идёт от воспитания. Я так всё-таки думаю, что от воспитания. Я думаю, что да, с возрастом, когда ты уже осознаешь, например, что тебе не дали этого родители, этой веры в себя, уверенности в себе, то, наверное, ты способен и сам задуматься. Сейчас есть и литература доступная, то есть ты способен менять свою голову, но это будет в таком позднем возрасте, что, вероятнее всего, ты просто не сумеешь прикоснуться. И вот за что я очень сильно благодарна моей маме, что, несмотря на то, что у нас не было возможностей, не было денег, я вырастала в неполной нищей семье и так далее и тому подобное, что она не сломала меня в этом контексте, в отличие от очень многих людей, которые я встретила в своей жизни. То, что я росла с чувством, что мне всё по зубам, что я на всё способна, что за что я не возьмусь, я в этом талантливая, это были те слова, с которыми я росла, это были те слова, которые мне говорила всегда моя мама. Это просто записывалось мне на подкорку. Поэтому даже в какие-то очень тяжёлые моменты, когда где-то взрослел, глаза открывались и казалось, нет, это точно я не дотяну, это не для меня, то мне вспоминались вот эти какие-то отдельные аспекты моего воспитания, отдельные слова какие-то, которые говорила моя мама в детстве, и они очень помогали мне действительно. И мама, она эту философию не то, чтобы даже случайно блюла, не то, чтобы она случайно мне говорила, просто типа, она любит дочку, и поэтому ты самая у меня чумовая. Нет, она меня обороняла от всех, кто пытался мне привить что-то обратное, просто от всех. Если как-то в школе мне учительница одна в очень агрессивной форме, мне мама с детства разрешала с моей внешностью делать всё, что угодно. Вот, я была такая креативная всегда, и я, естественно, хотела, чтобы мой внешний вид соответствовал моему внутреннему миру, поэтому я выглядела ярче, чем большинство подростков. Я окрасила волосы во всякие агрессивные цвета, и я была всегда такой послушной, хорошей девочкой, но выглядела я довольно антуражно, я бы сказала, мама меня полностью в этом поддерживала. То есть она считала, что ребёнок должен найти свой стиль, и всё. Вот, и у меня, несмотря на то, что я была фактически круглой отличницей, одной из лучших учениц на потоке и так далее, у меня возникали проблемы в школе из-за того, что я крашу волосы в разные цвета, там, в чёрный, хотя я природная блондинка, и все дела. Вот, и какая-то училка просто на меня конкретно наехала, кричала мне, ты себя вообще в зеркало видела и так далее, мама очень жёстко разбиралась с этой ситуацией, очень жёстко. Она просто пришла в школу и сказала там и директору, и всем на свете, что если кто-то будет посягать, на самооценку моей дочери пытаться ей привить, что она чего-то недостоина, что она пустое место, что она хуже или некрасивее кого-то или так далее, я буду просто разбираться в других инстанциях и всё. Поэтому мою маму боялась вся моя школа, все знали, что за меня она будет стоять. И вот сквозь вот это, особенно в рамках нашего менталитета, до ещё тех лет 90-х во время перестройки и всего этого развала, это была редкая философия, которую не все люди зажили. И поэтому очень многие люди моего поколения с абсолютно разбитой самооценкой, когда родители не уделяли ей никакого значения, никакого внимания. Вот, поэтому я очень лично благодарна, что я думаю, это очень правильный курс для воспитания детей, когда даже если нет этих самых возможностей, чтобы дать реально там хорошую школу, хорошую подготовку, хороший вуз, дать возможность в конце концов ребёнку там на это дневное пойти, если нет такой возможности, то хотя бы дать ту самооценку, что когда он поймёт, чем он хочет заниматься, чтобы хотя бы у него этой внутренней силы хватило на то, чтобы дотянуть это до какого-то финального конца, до чего-то, чтобы начать просто заниматься этим. Вот, это называется не сломать. Поэтому это очень важный аспект, и я думаю, что это единственное, что реально может помочь, потому что, естественно, абсолютное большинство, да не то, что в наших странах, абсолютное большинство людей мира работает на нелюбимых работах, на работах, которых заработка не хватает им на жизнь, с совершенно другими финансовыми карьерными ожиданиями, нереализованными и так далее. Это, естественно, влияет в долгосрочной перспективе на эмоциональное здоровье, на чувство счастья, на всё на свете. И, естественно, нужно с этим что-то делать и работать над этим, безусловно. Поэтому я думаю, что первый шаг к решению этих проблем — это будет именно воспитание ребёнка. Второй шаг — это будет, даже если вы воспитали неправильно, это поддержать ребёнка в 20 лет, в 25, когда идёт вот это конкретное становление, принятие решения, кем ты хочешь быть всю свою жизнь. Это очень важно. И это нельзя недооценивать, и нельзя никогда думать, что «А, я всю жизнь на нелюбимом заводе проработала, и он так же проработает, и ничего страшного». Иначе никогда это просто… верёвочка никогда не прекратится. Всегда будет целое поколение каких-то несчастных людей непристроенных. Когда-то это должно оборваться. Я не имею в виду сейчас то, что все, кто работает на заводе, им это не нравится. Вполне могут быть люди, которым это абсолютно нравится и подходит по их психотипу, по их ожиданиям карьерным, финансовым ожиданиям и так далее. Но очень большое количество людей работают на такого рода работах от отчаяния, от того, что они не смогли пристроиться, не смогли прорваться. Они для себя этой судьбы не хотели и так далее и тому подобное. Да и даже среди писателей, хотя казалось бы, что это креативная сфера, и из-за неё держатся и ломятся, то некоторые люди работают в ней совершенно по другим причинам. В маленьких регионах очень часто люди просто зависают в том контексте, что они ничего другого делать не умеют, и они работают всю жизнь в одной какой-нибудь областной дурацкой газете, которую они ненавидят, где нужно писать, кого похоронили в этом краю, сколько человек и сколько овечек вырастили на местной ферме. И людям это может быть абсолютно не в кайф, и они годы и годы будут там работать, просто потому что для журналиста не будет другой работы. Поэтому это даже не так зависит от конкретной сферы, как зависит именно от того, чтобы детям своим передавать какое-то вот это понимание, что ты достоин того, чего ты хочешь. То, чего ты хочешь, ты это можешь взять, это тебе доступно. Вот это, наверное, то, что я хотела сказать. Так что нужно, наверное, выдвигаться нам всем вот этим направлением и никогда не смотреть на то, что кто-то рядом с нами талантливее, в кого-то больше инвестировали родители, система образования, он выиграл какой-нибудь грант, он учился там и там, всему можно научиться. Единственное, что там докторами и юристами нельзя работать без диплома, все остальное абсолютно можно исправить. Всему можно научиться, абсолютно всему. Ну, я понимаю, что есть еще несколько профессий, по которым не разрешат работать, если нет соответствующего образования. Это понятно, да, но в принципе, по большому счету, всегда можно взять свою жизнь под контроль и просто изменить это. Спасибо за внимание и пока!